Очень интересный вопрос. Как аккумулировать энергию, где её брать? Вообще энергии нету, чтобы её где-то брать, либо куда-то её отдавать. Иногда я просто использую слово энергия, чтобы хоть как-то понятно что-то объяснить. Но её нету. Вот ты, например, пока вставал из позиции сидя, у тебя была энергия на действие. Как только ты встал, энергии нету. Ты решил сесть, и в этот момент, когда ты садился, у тебя была энергия. Ты как-то сел, её нет. То есть энергия — это вообще процесс перемены, но это не что-то такое, чего мы можем копить, отдавать, либо получать. Она никуда не девается, и ничего с ней не происходит. Но если объяснить на некотором вот таком примере, у нас появилось желание. Же — это женская энергия. Же — желание. Это антиматерия приводит к материи, к мужской энергии. То есть когда у нас же желание появилось, и наш внутренний творец, мужество наше мужское, смогло и сделало то, что мы пожелали. Ну вот таким образом у нас тут инь-янь образуется, гармонично всё, то есть желание появилось. Мужская энергия, мочь делать, делает то, что пожелала внутренняя женщина, и внутренний мужчина творец, внутренний сотворил. Вот, рождается ребёночек, ребёнок — это радость. Ну, радость — это дофамины, которые вот приносят нам как раз гормон счастья. Удовлетворённость. Когда у нас есть удовлетворённость, значит что? Значит, мы заново желаем и можем, желаем и можем. То есть желаем, можем, делаем. И испытываем счастье. Если же вот это вот мужское делать, не слышит женское свои желания, а делает понадо, то где ему антиматерию, энергию эту брать? То есть у себя же в кредит получается. Когда мы можем не по «хочу», а по «надо», и надо по какому? По «навязанному надо», надо кому-то чего-то, надо чего-то достичь из-за навязанных каких-то шаблонов, то понятное дело, что у нас просто мужская сила наша внутренняя, наш творец, наша мужская сила «могу» не может мочь без желания, потому что мы не слышим свои желания. Не слышим свои желания, приходится слышать чужие. Когда наши желания не воплощены, у нас образуются долги. То есть получается, представьте, вот вы, вот материальный мир, а внутренность материального мира — это антиматерия, а это материя. Антиматерия и материя. Если внешний мир — это отражение внутреннего мира, и это следствие внутреннего мира, и у нас антиматерия не нашла выхода, то есть творец это желание не исполнит, то у нас что? Долги образуются. А внешний мир нам в материи показывает долги. Там людям нам должны, мы должны, банкам, кредиты и так далее. У вас все недостатки от того, что ваши желания не реализованы. Вот такие пироги.